И все же наблюдаются попытки армянской стороны переначать события сентября 2023 года, представить себя жертвой и завоевать поддержку третьих стран. Подробнее тему обсудим с Азаром Мамедовым, адвокатом и кандидатом юридических наук. Он подключается к нам. Здравствуйте. Здравствуйте, Меденхан. Итак, Азербайджаном были соблюдены, как мы отметили, все гуманитарно-правовые нормы во время проведения антитеррористических мероприятий. Об этом не раз заявлялось на самых разных уровнях во время разных мероприятий. Что вы можете сказать с юридической точки зрения по поводу решения, принятого Азербайджаном, очистить свои территории от вооруженных формирований, которые все-таки, вопреки заявлению, трехсторонним оставались на территории Азербайджана в Карабахе? До трехстороннего заявления, принятого 9-10 ноября 2020 года, были еще множество различных международных документов. Главнейшим образом, это четыре резолюции Совета Безопасности ООН от 1993 года, которая обязывала армянскую сторону вывести с территории Азербайджана все свои законные и незаконные военные формирования. Потому что это суверенная территория Азербайджана, она признана суверенной территорией Азербайджана. Согласно Алма-Атинской декларации 1991 года, Азербайджан с этими территориями, так же, как и другие бывшие республики Советского Союза, которые имели административные границы. Азербайджан вошел с этими границами в ООН. Поэтому ООН в 1993 году обязала армянскую сторону незамедлительно, безоговорочно вывести все, освободить оккупированные территории, вывести свои незаконные вооруженные формирования. Но поскольку 30 лет Минская группа ОБСЕ имитировала бурную деятельность, не совершая никаких активных действий, которые принудили бы Армению исполнить, реализовать резолюции ООН, Азербайджан вынужден был в 2020 году, отвечая на очередную агрессию Армении. Заметьте, 27 сентября 2020 года Азербайджан начал процесс освобождения собственных территорий. Это послужило поводом очередная армянская агрессия по отношению к Армению. Азербайджан, то есть даже он не первым начал освобождать территорию, Азербайджан просто ответил на очередную агрессию Армении и начал освобождать территорию. И за 44 дня проведенной военной операцией Азербайджан освободил все свои территории. Естественно, 10 ноября, в силу того, что некоторые внешние акторы, в данном случае Россия попросила Азербайджан, руководство Азербайджана, остановить военные действия, поскольку уже вся территория Карабаха должна была быть освобождена. Но оказывалось, что могли бы десятки тысяч вооруженных армян, вооруженных могли бы стать, скажем так, уже оказаться в блокаде. Естественно, и военные действия продолжались. Азербайджан пошел навстречу просьбам руководства России и, естественно, просьбам руководства самой Армении. Азербайджан пошел навстречу, сделал заявление, которое было подписано руководством Армении и России, получив гарантии того, что Армения берет на себя следующее обязательство. И эти обязательства, они перечислены. В том числе в это обязательство входило незамедлительный вывод всех своих незаконных вооруженных формирований. В том числе, конечно, там Зангизурский коридор и другие обязательства. Совершенно незначительную часть этих обязательств Армения, значит, выполнила. Но незначительную я в каком смысле имею в виду? Конечно, для нас и вообще для тех стран, которые ведут военные действия, это всегда очень значительная часть. Это когда связано с жизнью людей, с жизнью вооруженных сил, со службой в армии. То есть Армения взяла на себя обязательства в определенные сроки освободить несколько наших районов уже без военного противодействия. Что и было, Армения вынуждена была это исполнить. И исполнила. Но до сих пор я вам замечу, Армения далеко не все обязательства исполнила. Поскольку мы с вами знаем, что территория казахского района, территория, значит, из Нахчеванской автономной республики, села Киарки, до сих пор не освобождена. Хотя Армения взяла на себя обязательства. Я коротко хочу завершить свой ответ на ваш вопрос. Азербайджан предупредил 19-20 сентября этого года, завершая, ставя уже жирную точку в этом вопросе, Азербайджан предупредил свои вооруженные силы и, естественно, армянскую сторону, что во избежание жертв среди мирного населения какие шаги следовало предпринимать. Естественно, это был, понимаете, беспрецедентный пример в международной практике, когда государство ведет локальную антитеррористическую организацию, где жертвы среди мирного населения практически исключены. Это благодаря заслугам руководства Армении, благодаря заслугам руководства вооруженных сил Азербайджана и, естественно, верховного главнокомандующего вооруженными силами Азербайджана президента Азербайджана Ильхам Алиева. Да, вот хотелось бы отметить, что делалось все необходимое, чтобы, как вы отметили, мирные граждане не пострадали. Вот какие основные действия Азербайджана при проведении этой антитеррористической мероприятии вы могли бы отметить как пример другим государствам, которые попадают в схожие ситуации и вынуждены бороться с терроризмом на территории своей страны? Конечно, есть такие страны, у которых на территории есть очаги терроризма, причем есть очаги сепаратизма, причем и вооруженного сепаратизма. То есть этот вопрос, он не является исключением только для Азербайджана. Во многих странах есть подобные проблемы. Но я бы сказал, что в международной практике, наверняка то, что я до этого сказал, что Азербайджан преподнес для международного права, для международной практики беспрецедентный пример, когда Азербайджан совершил за очень короткие сроки, то есть меньше чем за сутки, локальную антитеррористическую операцию, освободил от вооруженного сепаратизма, от вооруженных бандитов в собственной территории, при этом не подвергая мирное население угрозам их жизни и здоровья, угрозам их безопасности. И при этом, знаете, показал исключительно новую модель проведения подобных операций. Поэтому совершенно не случайно, мы с вами знаем, что некоторые зарубежные страны, в том числе даже те же самые Соединенные Штаты Америки, они изучают опыт военных действий Азербайджана, военнослужащих Азербайджана и вперед 44-дневной победоносной войны, и вперед, значит, локального антитеррористического мероприятия за период 19-20 сентября этого года. Это подлежит изучению, изучают тщательнейшим образом, поскольку мы с вами знаем, что в мире сейчас, вообще мир переживает серьезнейшую политическую и военную турбулентную ситуацию. Поэтому, естественно, эти практики, они востребованы сейчас. Да, действительно, к тому же в последнее время мы слышали немало заявлений про армянских дипломатов, обвиняющих Азербайджан, хотя на протяжении 30 лет никто ни слова не сказал о военных преступлениях, которые осуществлялись по отношению к азербайджанскому народу. Вот примечательно, что сейчас, кроме пустых фраз, не имеющих под собой никакой основы, заявить ничего не могут. Как следует бороться с такой антиазербайджанской пропагандой? Видите ли, это яркое доказательство двойных стандартов международной политики на сегодняшний день. То есть, те покровители Армении, ну, главным образом я бы сказал, что на сегодняшний день это Соединенные Штаты Америки и Франция, которые покровительствуют, обещают какие-то, значит, им подают надежды, значит, нереализуемые обещания дают армянскому обществу, армянской политической элите для того, чтобы решать собственные диаполитические вопросы. Поэтому у них нет заинтересованности в том, чтобы Армения превратилась в современное государство, Армения превратилась в независимое государство, стала бы полноправным субъектом международного права. Естественно, это политические манипуляции. Поэтому армянская сторона, она подогреваемая, постоянно подстрекаемая своими покровителями, чтобы этот конфликт между Арменией и Азербайджаном теперь уже, да, чтобы нормализация отношений долго еще не наступала. Поскольку если наступит нормализация отношений, обеспечить собственное присутствие на Южном Кавказе таким странам, как США и, значит, Франция, будет крайне сложно, поскольку они, как правило, приходят туда, где есть проблема. Если нет проблемы, значит, они создают эту проблему, чтобы самим же эту проблему решать. Вот в данном случае вся эта политическая манипуляция, она рассчитана на то, чтобы создавать новые проблемы между Арменией и Азербайджаном, чтобы обеспечить свой приход туда, свое присутствие там. Вот главным образом заключаются интересы главных интересантов, вот в этом, но плюс Армения, самым главным образом, главная проблема заключается в том, что армянская политическая элита, политическое руководство поддается этим влияниям, поддается этим, значит, уговорам, я бы сказал, чтобы идут на поводу этих влияний. Поэтому-то и тянется, совершенно не случайно президент Азербайджана опять же сказал, что с 11 сентября этого года отправлены наши предложения армянской стороне по поводу заключения мирного соглашения. До сих пор ответа не получено полноценного, да. То есть тянется более чем 70-70 дней из-за того, чтобы получить ответ на очень обычные, банальные, в принципе, давно известные в международной практике вопросы. А почему тянется? Да потому что покровители пока еще не дают добро, как отвечать, что отвечать. Вот в этом проблема Армении. Это проблема, понимаете, это незаживающая, долго незаживающая рана на Южном Кавказе, она связана именно с суверенитетом, с отсутствием, вернее, суверенитета и с отсутствием полной независимости Армении. Вот в этом заключается проблема. Естественно, победу Азербайджана, окончательную победу Азербайджана, обеспечение суверенитета, территориальной целости Азербайджана многих не устраивает. Многие глобальные даже державы не могут это спокойно переварить. Вот в этом проблема заключается. Будем надеяться, что в скором времени мировое сообщество смирится с тем, что произошло в последние годы. Большое спасибо, что ответили на наши вопросы. Спасибо. На прямой связи со студией был Азербайджан, адвокат, кандидат юридических наук.